Художник Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов оставил в своем дневнике такую запись. Я сижу дома и задаю концерты себе одному. В них вместо звуков все краски. Я импровизирую. Мечты мои всегда впереди. Они мне создают целые симфонии. Мои помыслы — краски. Мои краски — напевы. Даже для названия своих картин он использовал музыкальные термины — мотив, гармония, песнь. У слова «мотив» есть несколько значений. Это и простейшая ритмическая единица мелодии, состоящая из нескольких звуков с одним логическим акцентом, и просто напев или мелодия. Картины Борисова-Мусатова передают ощущение тишины, уравновешенности и спокойствия. При этом кажется, что они не статичны, как живопись, а имеют какое-то движение, наполненность, свойственные музыке. Обратимся к пейзажу, созданному поэтом Константином Бальмонтом и композитором Сергеем Рахманиновым. «Спокойствие и умиротворение» — полно их общее творение, романс «Островок». К нему можно применить термин «музыкальный пейзаж», «музыкальная живопись». Благодаря музыке мы живо представляем и зелёные уклоны островка, и венок густых трав, цветы, плеск волн и ветерок. Пейзажем называют жанр и произведение изобразительного искусства, изображающий природу или описание природы в литературном произведении. Ещё один роман с Рахманинова «Вешние воды» на стихе Фёдора Тютчева рисует нам совсем другую картину — торжественную, праздничную, взволнованную, динамичную. «Ещё в полях белеет снег, а воды уж весной шумят». Островок и «Вешние воды» — два совершенно разных пейзажа, созданные одним и тем же композитором. В островке мы слышим ровное и плавное движение вокальной партии и деликатное фортепианное сопровождение. В романсе «Вешние воды» аккомпанемент, наоборот, очень активный. В нём отражены безудержность движения, стремительность юных сил весны, что выражено быстрым темпом, яркой динамикой и стремительными пассажами аккомпанемента. Не только вокальная музыка Сергея Рахманинова живописна. Передать картинные образы ему удаётся и в инструментальной музыке. Пример — прелюдия соль диез минор. К этой музыке как нельзя лучше подходят пушкинские строки. «По дороге зимний, скучный, тройка борзая бежит, колокольчик однозвучный, утомительно гремит, что-то слышится родное, в долгих песнях ямщика, то разгулье удалое, то сердешная тоска». В музыке мы слышим имитацию колокольного звучания и будто видим русские зимние просторы и приближающаяся тройка лошадей. Большое значение аккомпанементу в вокальной музыке придавал Франц Шуберт. Шуберт. Музыка этого композитора-романтика изобразительна. Хорошо известна его баллада «Лесной царь», где он с помощью аккомпанемента имитировал цокот лошадиных копыт, а в песне «Шарманка» изобразил заунывное звучание этого инструмента. Благодаря Шуберту песня перестала быть несерьёзным жанром и приобрела значительное место в музыке, наряду с симфонией или сонатой. Одна из самых известных песен Шуберта – «Форель». Она стала настолько популярной, что композитор впоследствии сочинил квинтет, который стал называться «Форелен квинтет». Квинтет – это музыкальное произведение для пяти инструментов или для пяти голосов. В квинтете финальная часть представляет собой вариации на тему песни. Состав квинтета – фортепиано и струнные инструменты, скрипка, альт, виолончель и контрабас. Вариации – это музыкальное произведение, основанное на видоизменении и разработке главной темы. Как мы видим на примере творчества художника Борисова-Мусатова и композиторов Сергея Рахманинова и Франца Шуберта, живопись бывает очень музыкальной, а музыка – живописной. Статичные картины приобретают, благодаря средствам выразительности, движение, присущее музыке, поэтическое настроение, музыкальный характер. В то же время и музыка рисует пейзажи и портреты с помощью средств музыкальной выразительности.